с вами николай пиненко в проекте даты сегодня 12 февраля международный день науки и гуманизма или день дарвина приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого натуралиста путешественника автора легендарной эволюционной теории развития живых организмов или проще говоря дарвинизма он появился на свет в 1809 году празднование дня дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях где силами студентов и преподавателей организуются выставки семинары лекции конференции а также конкурсы работ учащихся также сегодня международный день брачных агентств идея учреждения этого праздника принадлежит одному из украинских брачных агентств которую подхватили многие агентства партнеры в сша канаде германии франции и так далее брачным агентством оказывается уже более 360 лет первая брачная контора под названием бюро встречи адресов была открыта в лондоне сентябре 1650 года и с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярна в 1809 году рождается авраам линкольн 16 президент сша один из организаторов республиканской партии выступивший против рабства а в 1900 году в этот мир приходит василий иван и чуйков маршал советского союза дважды герой страны командовал 62 армии во время сталинградской битвы события дня 1947 год в горах сихоте алине дальний восток побережья японского моря падает самый крупный из известных человечеству железный метеорит он дробится в атмосфере и выпадает железным дождем на площади почти в 35 квадратных километров его масса оценивается в 60 тонн из которых собирают 27 виде осколков различной величины вес самого большого из найденных осколков составляет полторы тонны 1955 год принимается решение о строительстве космодрома байконур казахстане а в 1961 советском союзе осуществляется первый в истории космонавтики запуск автоматической межпланетной станции венера 1 к планете венера 1969 впервые поднимается воздух вертолет ми-12 это самый большой вертолет в мире на то время полный размах лопастей двух винтов 67 метров длина фюзеляжа 37 1973 год советский межпланетный космический аппарат марс-5 отправлены 27 июля 1973 года выходят на орбиту марса и становятся его настоящим искусственным спутником 1980 международный олимпийский комитет отклоняет требования сша об отмене или переносе предстоящих олимпийских игр которые должны состояться в москве в 1999 году сенат сша признает американского президента билла клинтона невиновным по предъявленным ему пунктом обвинения в деле моники левинский завершая таким образом процесс импичмента ну и последнее 1924 год мумия фараона тутанхамона извлекается из его гробницы единственным примечательным событием жизни тутанхамона было то что он умер и был похоронен сказал как-то один из исследователей и был абсолютно прав парадоксальным образом самый известный современной публике фараон в историческом масштабе был ничем не примечателен он стал правителем примерно в 1332 году до нашей эры когда ему было около 10 лет а скончался 18 легенда гласит что те кто побеспокоил покой фараона постигла безвременная кончина об этом якобы предупреждала надпись высыпальнице виллы смерти пронзят того кто нарушит покой фараона сторонники реальности проклятия насчитали более 20 жертв так называемого гнева тутанхамона включая самого главного исследователя говарда хартера что касается надписи грозящий смертью то такие присутствовали практически во всех усыпальницах что не мешало грабителям выносить из них все что имело хоть какую-то ценность в мистику конечно проще поверить чем в реальность научных открытий так было возможно и при тутанхамоне так точно возможно и сейчас с вами николай пивненко в проекте дата